Икона Божьей Матери Вы видели самое главное святыня, это первая икона на Руси, по преданию написана святым апостолом Лукой, Святогорско-Зимненская икона Божьей Матери, которую принял в свои руки князь Владимир при таинстве совершения брака. Он привез эту святыню в тогдашнюю Киевскую Русь. Здесь также иконы Печерские, они находятся в местно чтимом родах, в Христос Движинского храма, в храме всех преподобных Печерских, во всех храмах есть копии чудотворных икон. Далее идет Почаевская икона Божьей Матери, Святогорская и Донецкой лавры иконы. Идут из Запорожья иконы Божьей Матери. А Божья Матерь одна и та же сама, но она в разных иконах символ того, что она помогает людям не в одном месте, а во всем мире. Она старается, как мать, понять над грешных, недостойных, покрыть своей любовью, обогреть своим теплом. И она вот сегодня идет вместе со своим народом. Будет мужик князя Владимира с чудотворной иконой, которая находится на Скиево-Печерской лавре. Каждый образ Божьей Матери – это великая святыня. Для тех людей, которые подходят с глубокой верой, надеждой и любовью и благоховинным трепетом. Вот действительно, а образ Зиминской иконы Божьей Матери еще и тем славен, то, что с ее начался освящаться наша земля, Русь святая. Потому что князь Владимир подарил свою семейную икону, которую в свое время получил от патриарха Константинопольского на брак с царевной Анной. И вот когда он основал первый монастырь на Руси, Зиминский, Сатагорский, и был еще пещерный, он назывался в древнем, потому что там есть и пещеры еще, то он на освящение храма в 1006 году подарил этот образ Божий Зиминский, который потом стал со временем называться Зиминский образ Пресвятой Богородицы. От нее льются просто, великая милость льется от этого образа, потому что многие, многие, многие люди приходят с глубокой верой и с надеждой, и за утешением, за исцелением, за поддержкой. И все, кто приходят с верой, получают от нее, они чувствуют, получают просимое, скажем так, потому что великая милость изливается, величайшая благодать от этого образа. Этот образ Божией Матери, она свидетель тысячелетней истории нашей Руси. И, конечно же, что она должна первая быть на этом празднике. И обитель наша счастлива тем, что хранит этот образ. А если сказать по правде, то не мы его храним, а Матерь Божия хранит обитель святую, хранит нашу православную церковь, укрепляет нашу веру в православных христиан. Посмотрите, какое множество сегодня народа Божьего. Это же просто, мне кажется, соединилось полностью. Земля и небо совокупилось воедино, чтобы прославить этот день, когда мы прославляем великого крестителя, князя Владимира, нашего крестителя Руси, благодаря которому мы сегодня православные, благодаря которому в нас сегодня мы верующие, а наши архиереи – соработники на Ниве Христовой. Всем Бог в помощь. И хочу пожелать великой радости, ликования сердца, души вот этого праздника, это настоящее торжество православия. На этот крестный ход впервые попал, а вообще из права ров рядом тут живу. К моему стыду впервые, да, на крестный ход ходить нужно. Теперь уже не из теории знаю из практики. Просила, конечно, чтобы вся моя семья, потому что детки выросли, пока были маленькие, ходили в храм. Когда выросли, стало 18 лет, стали отдаляться. И, соответственно, просила, конечно, у всех святых и у Бога, чтобы они познали Его. Вот. Потому что так, как я. Потому что я четыре года назад заболела раком. Искала Бога до этого. Заболела раком и не ходила долгое время. Врачи меня отправили умирать. И первый раз, когда пришел ко мне батюшка, это первый раз было мое такое знакомство. Будем говорить с Богом, да, и в лице батюшки. Он меня причастил, исповедовал. И мне стало легчать. Стали появляться в моей жизни люди, которые привели меня в Житомир, в платную клинику. Там нашли, что дальше у меня. И вторая операция. И я через 7 месяцев встала на ноги. И сейчас я здесь. У меня была третья стадия рака с метастазами. Я Давид и приехал с левого берега через метро. Из Киева. Чтобы у меня шрам быстрее зажил. И чтобы семья моя жила дружно. Я им сказал, чтобы они ходили в церковь и больше причащались. И молились Богу. Полтавская епархия Украинской Православной Церкви регулярно принимает участие в Крестном Ходе. Который, я думаю, с этого года будет уже называться Великий Крестный Ход. Потому что, по моему глубокому убеждению, это важное мероприятие, важное событие, важное действие в жизни православия на Украине в целом. У нас люди с большим воодушевлением едут на этот крестный ход. Потому что у них есть возможность почувствовать совместную молитву. Они ощущают этот единый дух православия. Это единое устремление к Богу в своих молитвах о самом наболевшем. О том, что больше всего беспокоит сегодня наше общество. А самая большая проблема на сегодняшний день, наверное, мы все хотим мира. Мы все хотим мира в Украине. У нас приезжают на этот крестный ход практически из всех городских приходов, районных центров, из всех монастырей. И очень многие приходы сельские, которые не в состоянии организовать автобус. Однако они едут своими транспортом, как-то своими машинами, общественным транспортом добираются. Но все очень стремятся принять участие в этом крестном ходе. А сегодняшний крестный ход особенный, потому что после последнего тяжелейшего года в жизни нашей церкви, когда церковь находилась под очень сильным прессингом, под очень сильным давлением, и церковь выстояла. И сегодняшний крестный ход – это радость, это торжество нашей веры, это торжество нашей надежды на помощь Божию, на милость Божию и на благословение Божие всей нашей церкви, всему нашему православному верующему украинскому народу и нашей благословенной украинской стране. Я думаю, что правильно будет сказать, потому что это наибольшее чудо – благодарение Богу, что мы святыне православны, что мы имеем возможность жить в нем, и ради него имеем возможность и потерпеть. Поэтому те события, которые ныне есть в нашей жизни, в нашей стране, если мы стараемся быть со Христом, если мы стараемся жить верой, что бы ни было, она нам все во благо, во спасение. Главное – наши отношения к Богу. Мы принимаем это как волю Божию. И в этой воле Божией мы смиряемся и стараемся быть усерднее Бога. Если какие-то обстоятельства чуть посерьезнее, значит, нужно потянуться, нужно чаще упражняться и в молитве, и в терпении, и нужно к друг другу относиться с уважением. Удивительно, апостол Павел сказал давно, друг друга с нежностью предупреждать. Это сказано ко всем, не только к родным и близким. Конечно, это идеал совершенства, но мы должны стремиться к тому, чтобы быть по образу, по подобию Божию. И дай Бог, чтобы мы то, что мы переживаем ныне, милостью Божией, послушанием Бога и покаянием в наших грехах, мы сподобились в этом, стоять твердо в истине и на пути спасения. Поэтому за это мы должны благодарить Бога. И в этом, наверное, самый больший дар Божий, что не взяло ни на что, а милостью Божией. Мы живем, радуемся. И эти радости желаем во Христе жизни всем. Благодарим. Бог полностью. Спасибо, Господи. Особенностью сегодняшнего богослужения будет также то, что сегодня будет прославление в святых трех видатных наших богословиях. С решением плячевного синода епископ Сильвест Малеванский, епископ Василий Бодашевский и пророков Александр Лаголев причислены до лику святых. Песня. Песня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok